Здравствуйте, здравствуйте. Приятно было выслушать мнение коллег. Сейчас мы переходим, собственно, к матчу. Основные темы намечены. И «Спартак» с «Локомотивом» в первом матче 1-4 финала Кубка России сегодня, я думаю, отлично проверят друг друга. Составы команд я вам представлю. Ну, из чего нам предложит начать наш режиссер. Интересно. Ну, вот «Спартак», вроде бы, предполагаю сейчас объявлять по стадиону. Давайте мы с этого... А мы сразу всех посмотрим. Итак, «Спартак». В воротах в войцах Ковалевский. 15-й номер Радослав Ковыч. 24-й номер Сантос Моцарт. 5-й номер Адриан Енч. 9-й Егор Титов. 27-й Сергей Ковальчук. 25-й Максим Ковальченко. Номер 4-й Габриэль Тамош. Номер 23-й Владимир Быстров. Номер 10-й Роман Ковальченко. Номер 3-й Мартин Штранц. Я бы хотел узнать, вот здесь игроки упомянуты в том же... В той же последовательности, что и в протоколе матча заполненном представителям команды. Мне интересно, какова логика вот в этом перечислении. Вроде бы здесь ни алфавита, ни порядка номеров, ни по линиям не выстраивается как-то. Ну, ладно. Локомотив. Вратарь Абдун Якупович. Номер 22-й. 16-й номер Вадим Гевсеев. 14-й, извините, Олег Пашинин. 2-й Андрей Бикей. 6-й Бронислав Иванович. 25-й номер Ларри Кингстон. 41-й Сергей Гуренко. 63-й Диньяр Белединов. И 10-й номер Дмитрий Ласьков. Ну и нападение. 19-й номер Драман Трауре. И 9-й Гарри Оконно. Главный тренер Спартака Александр Старков. Главный тренер локомотива Слава Муслин. Слава Люд, полное имя. Ну и что еще важно? Отметить, вот в случае с локомотивом, просто по линиям в составе написано. Тут интересно, какой был порядок у Спартака всех. Ну ладно, это праздный интерес. Действительно, рабочий день. Прохладно в Москве. Наверное, поэтому народу меньше, чем вполне могло бы быть. Ну а может быть, чем черт не шутит, может быть, недостаточно большая посещаемость этого матча. Кто знает, связанные с тем, что не слишком удачно Спартак сыграл в первом туре. В общем, так повелось. Александр Старков, тренер, который добился с Спартаком большого прогресса в прошлом сезоне, для многих болельщиков пока так и не стал своим. И скептическое отношение к его потенциалу на этом посту, в общем, сохраняется среди многих болельщиков. Я, признаться, думаю, что не от большого ума. Не потому, что, так уж верю сам Александр Старкова, не так, потому, что аргументы уж более странные. О Спартаковском бульке, о чем-либо еще, ну и так далее. Что касается Локомотива, то здесь, несмотря на то, что, как верно заметили коллеги Шмурнов и Нигматуллин, изменение в составе всего лишь одно по сравнению с матчем чемпионата России Стартовым. Это изменение принципиально важное. И я думаю, что целый ряд, ну, довольно странных решений, как показалось Муслина, тем самым устраняется. Но, в частности, я так понимаю, что сегодня Куренко будет играть на фланге, хотя и в полузащите, а не в середине поля. Наверное, справа он будет играть, что ему, в общем-то, довольно свойственно. И два высокорослых, отлично играющих головой нападающих. Я думаю, что вот та игра, которая начала выстраиваться в Локомотиве, с более или менее фланговой инициативой, сегодня под нее Муслин постарался, что называется, заточить игру. Ну, и в «Спартаке», разумеется, главное внимание, главный интерес, как проявит себя новичок Мартин Штранцель, австрийский футболист, игрок сборной Австрии, много лет выступающий в Бундескиге в последнее время за Штутгарт. Алексей Николаев, главный судья сегодняшнего матча, ему помогают Игорь Плахов и Анатолий Цветков. Алексей Сергеев, резервный судья, он будет поднимать таблички с заменами и оставшимся временем. И что мне особенно приятно, делегат матча Александр Савкин из Балашихи. Локомотив сегодня в белом, «Спартак» сегодня в красном. Ну и, честно говоря, уже так много всего сказано, что давайте же, ребята, играйте. Деньяр Белебединов улыбается всегда. Вадим Евсеев не улыбается практически никогда. Ну а Андрей Бекей, я уж не знаю, что он делает всегда, но его лицо и выражение лица тоже довольно узнаваемо. «Спартаковцев» мы видели в спину, поэтому о них размышлять нечего. Я так понимаю, что сейчас бросают жеребий. Кто начинает, кто ворота выбирает. Вот разницы между воротами сегодня, по-моему, особой и нет. Хотя, может быть, «Спартаковцы» отлично знающие этот стадион, этот газон думают иначе. У меня такое ощущение, что меняться полянами... Нет, будут. Болельщиков локомотива действительно может быть не очень много, но они есть. Ну, что сказать. Наверное, непростое положение, даже чуть эмоционально у обеих команд. Вряд ли в первых матчах чемпионата и других турниров «Спартаковщик» в Суперкубке играл помимо кубка. Вряд ли в этих матчах они полностью удовлетворили своих болельщиков. Я думаю, что локомотиву в пору сетовать на то, что снялся с розыгрыша кубка их соперник, локомотив «Чита», лишившийся профессионального статуса. Потому что двух этих матчей с не очень сильным соперником, я думаю, локомотиву хватило бы для того, чтобы мало-мальски наладить игру. А потом еще, знаете, может быть, если бы локомотив готовился к встрече с «Читой», раньше этого из Испании, Гагишу не нашел бы ту почку на тренировочном поле в Марбелье и Мархаса Сатиани, из-за которого теперь по пессимистическим прогнозам до маяни выйдет на поле. Ну, игра началась, и будем за ней следить. Локомотив пытается атаковать. На левом фланге Диньяр Беллединов, забрасывает мяч на Траоре. Кот играет головой. Заметьте, Гаррио Коннор сразу занял место далеко впереди. Я думаю, что было, наверное, сделано ему замечание. Далековато он ходил в глубину поля и не являлся адресатом постоянным для фланговых передач. Курьян, посмотрю, все равно играет в центре поля. Все равно в центре. То есть на правом фланге полузащитника у локомотива сегодня нет. Номинально это там справа, видимо, Ласьков. Вот сейчас в обороне он занимает эту позицию. Ну, а вообще по бровке играет Бронислав Иванович, который оставил в первом туре чрезвычайно приятное впечатление. Ну, на правах новичка, конечно, но тем не менее. Моцарт. Лицо сегодняшнего матча. Он на обложке очень эффектной спартаковской программки. Написано, что он 7 лет без карнавала уже бразильского. Что поделать? Многие из нас всю жизнь без бразильского карнавала. И как это держится? Спартаковские защитники послывают мяч довольно далеко вперед. Безадресно получилось. Это был Радослав Ковач. Моцарт. Рядом с ним Титов. Еще один двумяющий пас вперед на Павличенко. И на сей раз Павличенко, по-моему, готов был запить за мяч. Тот подпрыгнул высоко и подоспел Андрея Бикей. Аспартак играет с пяти полузащитниками. На левом фланге Кулиниченко. На правом Быстров. Быстров, может быть, практически нападающий. И такой кулачок в центре. Моцарт. Титов. И Ковальчук. Падает Быстров. Мне показалось, там не было нарушений правил. Йенчи бросает из-за боковой. Пашинин. Йенчи сыграл поперек поля. По левому краю подключается, по-моему, этот Тамаш. А здесь-то справа, этот, вот справа, как раз Тамаш. А Йенчи, видимо, как раз слева действует сегодня. Почти абсолютно универсальный защитник Адриан Йенчи. Бикей. Не правда ли осторожно начинают команды? Видно, что и у тех, и у других неравнозначные, несимметричные. Но есть существенные проблемы в организации игры. И поэтому очень не хочется в начале игры допускать какие-либо серьезные ошибки. Локомотив очень сильно, я даже сказал, огульно критиковали все дни после первого матча. И обсуждали, когда поедет домой Муслин. И прикалывались над вратарем Владимиром Якуповичем. Вот, кстати говоря, хочу обратить внимание, что профессиональные стыда Якуповича, в общем, совершенно на посмещение выставляла. И Вадим Алексеев говорил об этом очень сдержанно. Все-таки первый матч для вратаря. И вот Руслан Никоматуду тоже. Я бы рекомендовал обращать внимание, в принципе, вот на такие оценки. Безусловно, Локомотивы очень многого ждут. Я просто хочу сказать, что пока команде все-таки очень сильно еще и не везет. У нее есть серьезные проблемы. И, вне всякого сомнения, наверное, какие-то ошибки допущены тренерским штабом. Какими мы покажем время. Но травмы Асатиани в придачу к травме Сычева. Но чрезвычайно неудачно складывающийся матч, помимо того, что есть проблемы в игре, еще и сценарий матча. Очень неприятно. Третий день пропустить гол от Крыльев. Команда с организованной низшей обороной. Это все, конечно, очень неприятно. Я думаю, что в ближайшее время, в ближайшие 2-3 игры, дадут нам более, во всех случаях, полное представление о Локомотиве и о глубине его проблем. Гуренко после мяча за боковой. А тут вот Гуренко. Гуренко переключил в своей бездесущести. Штрафной удар. Ласько будет послать мяч ближе к штрафной, наверное. Воследний разбег об этом говорит. И Беллидинов, Трауре, О'Коннер в штрафной площадке. Спешно вернулся туда и Павлюченко. Кингстон. Миксеев. Вперед посылает мяч. Наверное, Микосен то, что не хотел, получилось. Но, с другой стороны, Беллидинов здесь вроде бы его догнал. И там уж, грамотно плассируясь, заставил. Проводил поспать мяч в вал. Павлюченко. Цветок свободен. Быстров. Принял мяч спиной к воротам, поэтому не последовало знаменитого рывка. Вернулся Ласьков. Очень помог своей обороне. Беллидинов. Трауре. Пытался сразу прогуслить мяч на спот. И сейчас очень красивый мяч немедленно в ноги. Это его были критики. А. С этой буквы он начал знакомство с русским языком. Я не буду ничего говорить о других матчах, которые играются сегодня на Кубок России. Вы увидите их в записи после окончания вот этой трансляции. Поэтому, наверное, превосхищать события не стоит. Снова угловой спартаковских ворот. Снова подает Ласьков. Разыграли они мяч. По-моему, с Беллидиновым. Вот подача на дальний угол вратарской. Павлюченко здесь помог с полокотком, но... Толис, я не заметил, Толик посчитал, что в пределах правил все было. Лежит на поле Бронислав Иванович. Хода так и Спартака. И Ларри Кингстон. Фирменный отбор. Эй, конец! Продолжается атака локомотива. Пас на Гарри О'Коннора. Удар поворотом. Ну, естественно, офсайда здесь быть не может. Потому что лежит и не участвует в эпизоде Бронислав Иванович. Гарри О'Коннор. Знаете, вот настолько колоритный, настолько шотландский у него вид. Помимо того, что он и есть шотландец. Если пойдет играть, любимцем публики станет. Главное не обольщаться начать английского языка. Во всяком случае, вот сколько у нас было знатоков английского языка. Вы знаете, слова другого шотландца, знаменитого, сэра Алекса Фергюсона, без специальной бумаги, на которой они написаны на классическом английском языке, буквами, да? Никто никогда не мог понять, что он говорит после матча Манчестера-Люнайка. Ну, в следующих деталях. Конт-атака локомотива. Во всайде стоял О'Коннор. Вот сейчас вернулся в нормальное положение и получил мяч. Под штатную площадку. Удар. Я вот не понимаю, то ли поле какое-то не очень ровное, уже не в первый раз. Ощущение такое, что мяч соскакивает, что называется, с удара. Посмотрим вот здесь. Да нет, вроде бы. Просто чуть-чуть не дошел. Но обыграл защитника достаточно легко. Моцарт. На лево Ельчин. Штранцель, но попремяется к дальнему удару. На быстрого. Куда, да. Ну, может быть, все-таки стоит поспокойнее относиться к решению лаги. Вот, господа, мне принесли записку о ходе матча Рубин-ЦСК. Наверное, сделаем так. Если кому-то хочется знать, пусть знают. Сейчас, пожалуйста, сделайте потише. Кто не хочет знать, как развиваются события. Я сделаю паузу. Остальное вам скажу, что ЦСКА забил. Выигрывает 1-0. У Рубина мяч забил Дрюсов. Все, включайте громкость. Честно говоря, я верю, что здесь нарушение правил было со стороны Беллидина. Ну, вы знаете, вот, может быть, что-то важное упустил. Но, честно говоря, имя Алексея Николаев, судья, для меня совершенно новое. Давайте познакомимся еще и с арбитром, на всякий случай, сегодня. Он из Москвы. Би-Кей, по-моему, пока самый высокий удар нанес в сегодняшнем матче. Там напротив нас, как правило, трибуна до конца не заполняется. Вот я вам уже предложил руководству женихов там сделать вот такие отметочки, что ли, ленточки. Там 70-е, 80-е. И нам из кабины будет видеть. Другого ряда долетает мяч. Возможно, мы сосчитаем рекорд в сезоне таким образом. Криниченко штрафным на Титова. Не удалось принять мяч. Титов благодарит Криниченко за пас. Беря тем самым ответственность за неудачу сравнительно на себя. Беллин Дзинёш пошел напролом. Ласьков направо. Великолепный пас там Иванович. Ну и вот угловой. Угловой. Иванович, конечно, уже подстраковка при его рейдах вперед, потому что у Спартака. А слева есть защитник, очень опасный. Это Криниченко. Его надлежать плотно, потому что Криниченко прекрасный длинный пас. И ударить он тоже может с правой ноги. Посмотрим, как это будет разрешаться у Локомотива. Во все-таки в центральной зоне есть люди, которые должны успевать страковать. А пока подает Ласьков. Росты и спартакские защитники справляются с этой историей. По-моему, кстати говоря, защитником оказался Павлюченко. Криниченко. Гуренко. И Кингстаненко. Подача! Вспоминается, яморезка Жванецкого. Где колорит? Где колорит? Одесса. У Коннор снова с мячом, как-то он его здесь оприходовал. Гуренко. Пикей. Кингстан. Между ног пробросил мяч Калиниченко. Ячек против него. Можно назад сыграть. Вы знаете, территориально это преимущество на стороне Локомотива в последние минуты. Не то чтобы это было какое-то решающее обстоятельство. Я вообще не говорил об этом очень уж многозначительно. Но просто фиксирую как факт. Вот плохо сыграл Якупович сейчас ногой. И едва не получил Локомотив-встречку, что называется. Пикей. Далеко выбил мяч. Теперь уже на дальность был. Калиниченко. И Якупович. Вот такой мяч совсем не держится. Это решение правил. Ну зачем спорить-то, я не понимаю. Блин, Литинок практически и не спорил в темнотической ситуации. Там точно не было фала. Здесь не знаю. Посмотрим повтор. К сожалению, не очень хорошо видно. Хотя, беру свои слова обратно, Ковач спорил не относительно фала. А вот то, что Трауре крутил его ногу. Вообще, чуть-чуть спорить горячий этот Трауре. Ну и Ковач тоже. Мы же его уже знаем не плохо. Пашинин исполняет штрафную. От Коммер. Очередная схватка с защитником. Помог Ковальчук. Пытался накрыть Белезинову. Не получилось. Удар поворотом Гуренко. Наверное, все-таки это был удар. Но поворотом не получилось. Бить поворотом обязательно надо издали сегодня. Обязательно. Потому что у обеих команды еще раз были серьезные проблемы. В средней линии. Вот сбалансированность игры. Есть возможность бить. Надо бить. Статистика ударов пока, думаю, всецело. Пользу Лопа. Титов собрал головой. Ковальниченко собрал головой. И еще раз Ковальниченко уже не собрал головой. Мяч прихватывает Локомотив. Надолго ли? Трауре. Высокий, очень гибкий форвард. Прихватывает мяч Гуренко. Полезно сыграл в середине поля. И Белезинов набирает сквозь. Гуренко сделает забегание. Но левой ногой ему не подать. Он правша. Пошел в оба греша. К этому там уж был готов. Ну и куда же? Мяч возвращается к Гуренко. Бекей. Ковальчук на перехвате. Лоскову на самом деле не удалось в передаче в первую очередь. И вот Ковальевский вперед. Подальше просто от ворот. В зону, где нет никого. На отбой собрал Спартака. Просто на отбой. Красиво, да? Вот эти портреты на трибуне. Такая итальянская манера. Но Локомотива красно-белый-зеленый цвета. Болельщики ассоциируют себя с Италией. Форца-Локу и так далее. Спартак поцелетные отношения и свои, конечно, традиции. У них болельщики-предумщики. В этом смысле соревнуются с ЦС Ковским. Титов. Вальчук. Приводит мяч на Пуглюченко. Вот сейчас может получиться опасная атака. Не сработала в середине поля у Лока. Но Бики на перехвате надержим. А вот, наконец, спартаковский отбор в середине поля заработал. Быстров. Титов. Пас на Калиниченко. И с правой стороны вот такой вот прострел. А Калиниченко был вне игры. Ну, у нас с вами есть возможность посмотреть повтор. Может быть, чуть позже. Мы это сделаем. Не откажем себе, так сказать, в удовольствии. Здесь вне игры нет. У меня есть потом. А вот здесь, знаете, Калиниченко похоже все-таки в офсайде. Вот видите, вот где он уже там справа стоит. Да, наверное, это офсайд. Согласимся с арбитром. И первым в матче чемпионата у Спартака был серьезный спор в отношении забитого мяча. Отмененного, помните, об этом мы тоже вспоминали накануне встречи. Но, честно говоря, это все правильно. Но нужно говорить о качестве судейства в первую очередь. У тебя не сломано на игре и чем-то еще. Игра Спартака не сломана, она просто неисправна. И проблемы судейства ее не решить. Это отдельно стоящая проблема. Моцарт. Пас в штрафную. Быстров здесь. Быстров далеко располагается. Задача Моцарта всегда перевести группыным пасом на быстрый фланг. Они приходят в ворону к атаке. До сих пор это не получалось. Потому что локомотив очень активный вовсе единой. А сейчас вот может начать получаться. Идет вперед Тамош, пропускает мяч Павлюченко, а Ковальчук не успел. Было бы на месте Ковальченко Титов. Я думаю, что он придержал бы мяч и дождался бы рывка Ковальчука, когда он оказался в досягаемой зоне. О'Коннер играет назад на Кингстона. Титов. Ковальчук уже слева. Римиченко забегание делает Ковальчук. Наконец-то не воспользовался этим пошел. Привод в мяч. Было сыграно в мяч. Ласьков. Очень хороший пас. О'Коннер набирает скорость. Ходит штофную. И теперь с правой стороны удар. И О'Коннер. Гарри О'Коннер открывает счет своим забитым мячам. Ну, такого он дал Ласькову сейчас Гарри О'Коннер. Вот этот момент, когда Ласьков в одно касание переводит мяч вперед. Прошлительный рывок. Еще вас еще в ТОТ-КВ и ждет. Классическая локомотивская комбинация. Спартака через длинный пас получается длиннее. Сначала нужно дать на быстрого. Только потом уже он как-то доведет до нападающих. Или сам придет. Ну что ж, настолько классический гол. Настолько в той манере, которую О'Коннер обнаруживал всей своей предыдущей карьере. Всеми своими предыдущими маневрами в этом матче и так далее. Упустил его Йенчи. Может быть, Йенчи, а может быть, кто-то еще. Может быть, это был Ковач. Потому что, в общем, не сказать, что по флангу бежал, да? А может быть, Штранцер, который его догонял. В общем, тот самый случай, когда нападающий, как знаете, такое домашнее животное, подкрывает тот момент, когда все смотрят в другую сторону. И хоп! И уже что-то стянул со стола. А в данном случае мяч в сетке. Вот оно. 21-я минута. Гарри О'Коннер открывает счет своим забитым мячам в России. Так, а здесь, на что произошло? Пока мы влетись повторами. Пока мы влетись повторами, Кингстон лежит на траве. На Кингстона это не похоже. Значит, действительно больно. Александр Гердашвиль, Александр Гасов, медицинская бригада Локомотива. Поскольку уже дело дошло до массажа в воротниковой зоне, как называется, да? Вроде бы уже, значит, все нормально будет. Как-то вот легнул его Моцарт, но, судя по всему, не очень-то и нарочно. И, судя по всему, Кингстон его простил. Вообще, говорят, там Кингстон играл опасно изначально, что не отменяет фактор отмашки. Кингстон упал не потому, что хотел замаскировать свои действия, а потому, что ему самому было больно. А, ну, а вы знаете, еще и Владимиру Быстрову оказывает помощь. Я так понимаю, что просто он обратился в паузе к докторам, чтобы ему что-то посмотрели. Мы просто пить водички. Ну, вот оба они сейчас за полем стоят, ждут разрешения вернуться в игру. Этот мяч только настиг, настиг Ковальчук, Спартаковский работяга, Гуренко. Уже в полном составе команды играют. Теперь вот пас вперед над Романа Траоре. Аконов сыграл. Берелединов. Подача. Ну, вообще говоря, на самом деле, Штранцин. А вот это как раз Енчи. Доверимся опыту Енчи. Он решил, что нужно проводить мяч на угловой. Ну, и что же. Бригада нападающих локомотив высокорослая Бике еще есть. Ну, и Спартаку есть, что противопоставить. Васьков. О, Конор, удар. Ковалевский прекрасно играет. Ковалевский спасает свою команду. Просто спасает. Да, действительно, мяч не летел в угол, но он все равно успел сложиться. Он успел подгрести к себе этот мяч, хотя я не сразу зафиксировал. А зафиксировать сразу было вряд ли и возможно. Войцех-Ковалевский. Ашинин. Бикея справа. И снова О'Конор оказывает давление на Штранцле. И Штранцель нервничает. Наверное, можно сказать, что Штранцл упустил О'Конора все-таки, судя по всему. Судя по всему. Но... Это, во всяком случае, объяснимо. Не знаю, простительно ли, но это объяснимо. А вот мы видим момент с блистательным сейвом Ковалевски. Олег Пашинин. Последний гол за локомотив он забил ворот ЦСКА. А перед тем не забивал чуть-чуть давно, если не ошибаюсь. Чуть ли не 7 лет. Белялидинов. Какие разрывы между линиями у Спартака все-таки. Вот не хотел бы говорить сначала, но уже будет что-то тенденция. Траура в штатной площадке падает в борьбе. И, по-моему, это пенальти. И что, это опять Штранцель, что ли? Ну, знаете, ноги-то там точно заплетели. Смотрите еще раз. Вот по ноге попал. Это там уж был. Но по ноге попал. Что делать? Это нарушение штатной площадки завалил. Посмотрите еще раз. Вот пазбель Лединова. Да и мяч, оказывается, был на ноге у Траура. Это 11-метровый. Тут ничего не попишешь. Судья был рядом. Идеальное положение. Ну и что? Дмитрий Ласьков против Войц-Хакварецкий. Вот интересно. Руслан Нигматулли на Шекске. Хотя бы он к нему как отбивал пенальти у Ласькова. Хотя бы иногда. Со знанием дела, можно сказать. Пасков, вообще говоря, может любой ногой ударить. Как известно. Еще становится 2-0. 2-0 в пользу Лока. И, наверное, теперь, хотя это уже выглядит в русской серии, догадался разведчик. Но раньше такими выводами было бы гудо выступать. Так что Локомотив выглядит на порядок более организованной команды, чем Спартак сегодня. И вот то, что говорят о проблемах в обороне у Спартака, это же на самом деле неправда. Проблема у Спартака не собственной в обороне. Проблема у Спартака в балансе. Смотрите. Любая... Ну, через одну атаку Локомотива развиваются сходу. Перед Белядиновым все время свободная зона. Значит, есть время подумать. Есть время буквально перегнуться с нападающим. Понять, куда он будет бежать. И отдать ему целенаправленный пас. Попадающий успевает набрать спорость. Защитник приходится состязаться с ним. Разворачиваясь. Стартуя с места. В центре поля. А значит, в балансе. В балансе вся проблема. В том балансе, который Локомотив вот так нежданно обрел. Ну, вы знаете, вспомним первый тур. Локомотив был не показателем того, что он попустил в третьей минуте. Но вообще все команды, существенно обновленные, изменившие тренера, первый тайм играли сильнее второго. Очень не может быть, что такое было с Локомотивом и сегодня. Хотя задел, произведенный в первом тайме, очень уж серьезен. Опасный момент. Павлюченко. Мяч летит мимо ворот. Не разобрались защитники здесь. Как сейчас нужен был гол. И вроде бы все правильно делал Роман. Как мог, конечно. Высоковато мяч летел. И Якупович вряд ли мог бы здесь метнуться за мячом, потому что он всего лишь навсего прилетел бы переноситься и в штангу, в лучшем случае. Интересно, вот нападающие Локомотива при чевоязыцах последних лет, во-первых, а во-вторых, и в главных. И новые приобретения тоже не считались удачными заблаговременно, да, публикой и общественностью футбольной, журналистами. Тем не менее, сегодня два гола. Один забито Конором, другой спинат не заработанным Трауре. Ну и вопрос к болельщикам Локомотива и всем, кто не болеет против этой команды, как минимум. Ну неужели стали от этого меньше ждать возвращения Сычева? Нет, конечно. Ковалевский. Ну что может сделать Спартак? Давайте подумаем. Чертеж игры Спартака понятен. Чертеж не срастается. Я назову запасных Спартака. Оленичев, Бояринцев, Квинси, Пьянович, Ковенаги, Кабанов и вратарь Зуев. Ну, вратаря Зуева, наверное, мы пока не будем называть в качестве возможного варианта усиления игры. Ковалевский упрекать нам не в чем. Мало того, мог сейчас быть уже и крупнее. Один мяч совершенно мертвый вводится, Харбилл. Ну а вот что? Вот Оленичев, разрывы, разрывы, понимаете? Не держится мяч в центре поля. Ковниченко поменялся опять флангами с Быстровым. Интересно, отчего так липуют трибуны. Васьков. Ковно-дак из Спартака. Быстров набирает скорость. Пас. Ах. Пас-то уж больно наивный. Настолько было понятно, что именно это Быстров будет сейчас делать. Ну, возможно, вы лучше меня разбираете, что включат болельщики. Я пытался прислушаться. Сейчас понятно, что просто поют. Ковальчук. Быстров. Отбивается Лока достаточно уверенно. Кингстон. Вот пас рискованный. Можно было бы и понадежнее сыграть на Трауре, который ускорялся вправо. Ковальчук. Моцарт. Снова Ковач. И Штранцель. Вот ускоряется справа Тамош. Ключенко идет в центр. Хороший пас. Титов выиграл таки борьбу. Убили Лединова. Подача штрафную площадку. Здесь Ковальчук. Пытается развернуться. Нет. Подкараулил его опытнейший Пашинин. На. По неловкому движению. И актер от мяча. И от ворот. Оп. И все. Когда Пашинин форму у него не забалуешь. Трауре показывает, что можно ему послать мяч верхом. Выбирает у Конора Якупович. Строго говоря, у Якуповича без работы в первом тайме. Во всяком случае, ударов, створ, ворот не было. Ну, может, я что-то забыл, но опасных точно не было. Трауре. Трауре. Ковач играет на Моцарта. Это вот до Моцарта отлично Спартак разыгрывает мяч. Дальше пока не получается. Вот такой длинный сразу пас вертикальный. На Романа Павлюченко. И Павлюченко уже почти до Моцарта обратно мяч довел. Там аж из-за боковой бросает. Нормально. Надо бить. Надо бить, надо пытаться, надо рисковать. Комбинационная игра все равно не идет. Павлюченко, надо сказать, растет на глазах. Вот если удастся ему стабильно сыграть какой-то отрезок, ну, хотя бы вот до Чемпионата мира, который будет там 9 матч чемпионата, может быть, а прогрессия. Конечно, в лучших своих матчах он давно показывает отличный футбол. Но нестабильность вот его проблема. В этом году Павлюченко очень хорош. Очень боевит. Совершенно не инфантильный, что порой им бывало свойственно. Просто хорош. Там аж опередил Трауре. И новая квадратка Спартака. Это Владимир Быстров перехватывает мяч. И с середины поля ускоряется. Идет вперед. Пашиним. Тут как тут Пашиним. К сожалению, вот Быстров прекрасно предлагает себя. И, кстати говоря, заметьте, он очень прибавил в игре левой ногой. Это было его бичом. Чувствует, что поработал человек. Быстров очень предсказуем в том, что касается передач. Вот. Опасный момент мог получиться, но помешали там украинские защитники. Вот два рывка его великолепных оба по левому флангу. И оба закончились настолько предсказуемыми передачами, что защитникам не дало труда никакого их прихватить. Читают же игру люди. Опытные. И Пашинин, и даже Бикей. Ковач был уже на излете. На этом мяче. Очень нужно сейчас протокол. Какое-то настроение, какие-то положительные эмоции. Возьков нарушает правила. Что-то часто с ним это стало происходить. Задел, конечно, Штранцель. Голову у Конора. И делать так, безусловно, нельзя. Но мелкий такой же судья вполне мог этого не заметить. Калиниченко. Ушел от Кингстона. Но на этом и кончились подвиги. Белелединов. О'Конор. Не испугался могучего шотландца. Ковач. Гол у Конора, помимо всего прочего, еще и первый гол Локомотива в этом сезоне. Первый. Не было голов ни в матче с Севильи, ни, естественно, в матче с Читой, потому что они не состоялись. Не было голов и в матче с крыльями Советов. А вот здесь они, наконец, появились. И сразу два, и оба гола. Вследствие действия. Вследствие активной игры нападающих. Я назвал запасных Спартака, назову их запасных Локомотива. Это вратарь Сергей Рыжиков, Зуаги Шакер, Иван Старков, воспитанник Локомотивской школы, Александр Самедов, которого вы отлично знаете, Амр Заки, нападающий сборной Египта, Георгий Челидзе и Игорь Лебединко, тоже хорошо вам известные футболисты. Вот три нападающих в резерве Локомотива. Впрочем, как и у Спартака. В общем, три нападающих. Вполне можно и Квинси для ровного счета посчитать нападающим. Крайним, правда. Я думаю, что Квинси мы обязательно увидим. Смотрите, как хорош Быстров сегодня, да? У Квинси может то же самое, может быть, даже не хуже. И не исключено, что кое-что и получше. Бекей. Опять удар на высоту. Гуренко. Как мягко принял мяч. Белядинов. Против него Тамош. Гуренко. Евсеев. Не без риска сыграл против Калиниченко. Набирает скорость. Титов его догоняет. Хватает за плечо. Ну, это вот здесь было чистейшая вода. Нарушение правил на самом деле. Чистейшей воды я согласен с Вадимом Евсеевым. Титов схватил его. Ну, смотрите, вот сейчас это будет хорошо видно. Как можно было это попустить, я не понимаю. Ковальчук. Ковальчук. Опасный может получиться момент. Мяч скакал, и Быстров с ним не смог справиться, в конце концов. Но немедленно устроил такой локальный прессинг и вернул своей команде мяч. По-моему, по своей инициативе сейчас упал Володя. Отдает локомотив инициативу, и возникает вопрос, правильно ли он делает. Настолько ли команда уже чувствует себя сильной и цельной, чтобы с трудом, с кровью налаженную игру вот так вот отдавать. Что случилось? Атака Спартака продолжается. Падение было в штатной площадке Моцарта, если я не ошибаюсь. Давайте посмотрим, что здесь было. Нет, ничего здесь не было. Ничего здесь не было. Моцарт потерял равновесие. Маневрируя. Большой, тяжелый Моцарт. Смотрите, вот здесь ничего, ничего абсолютно не было. Вот тут потом упал, уже ожидая следующего движения Моцарта, падал ему в ноги. Садился в защите локомотива, и упавший Моцарт налетел головой на ногу. Но это игровой эпизод. Без этого порой не обходится. Можно было зафиксировать опасную игру со стороны Гуренко. Да, и вот сейчас я сделал отложенный штраф, да. За предыдущий эпизод. Вот за это, конечно. Не было, конечно, у Гуренко желания нанести травму. И все равно движение было крайне опасно. Тамаш. Опасный момент. Павлюченко. Ай-яй-яй, Павлюченко сместился в сторону от ворот, конечно же. Да. Сразу было пробить очень тяжело, нет сомнений в этом. И все-таки... Вот здесь уже все, уже поздно бить. Уже поздно было бить. Очень вовремя носил на него Бикей. Посмотрите, еще раз. Вот тут сразу высоковатый мяч подскочил, да. Очень опасно это выглядело по рисунку, но не было возможности у Гуренко пробить чуть раньше. Никакой. Подача. Повторите, пожалуйста. Повторите, пожалуйста. Так, ну а сколько у нас времени остается? Почти уже и не остается. Ну, на угловой-то с головой хватит. С головой и нападающего, и защитника. Подача. И мяч отбит. Ковалевский его подхватит. О'Конно подыграл себе рукой. Разладила сыгра локомотива. Это уже никакой тактикой не объяснишь. Не получается и мяч не держится. Ну вот. Полчаса-то продержалось. Уже что-то. Сейчас в перерыве. Должен будет Муслин поработать. Ну а Старков-то и подавно. Два мяча команда проигрывает. В кубковой игре на своем поле. Не будем забывать. При всей условности свойственности поля в Москве для Спартака. Любое поле для Спартака в Москве свое. Ковальчук. Островом не сыграл. И перевести-то мяч уже просилось. А поздно. Венчим. Тамош. Кингстон. Везде успевает Траоре. Длиннющие ноги, да? Как разобрался Траоре? Как разобрался Беллидинов. В борьбу отдал. Неважно отдал им Васькову. О'Конор уже сместился. Но справа подключается Иванович. Удар поворотом. Ковалевский забирает мяч. Конечно же. Васьков неплохо разобрался. Иванович решил пробить. Все-таки решил пробить. И мяч, видимо, летел мимо. Но почему бы его не забрать? По основному времени первого тайна добавлено одна минута. Ну что ж. Штрафной Спартака. У мяча, по-моему, Ковальчук. Хоть это и не слишком-то хорошо видно. И Пашинин помешал Павлюченко. В пределах правил, разумеется. Мяч ушел. За пределы поля. Вот такой вот у нас первый тайм. Думаю, что его можно назвать отчасти неровным. Но, с другой стороны, Локомотив добился преимущества. Отошел в оборону. Как он это сделал? Почему? Удастся ли ему в случае надобности вернуть свою игру? Наверное, на все эти вопросы выйдет второй тайм. А возможно, возможно, на эти вопросы выйдет наши эксперты. Но я буду сейчас ожидать, что наш корреспондент Денис Казанский, возможно, договорится с кем-то об интервью. По-моему, сейчас он пытается это сделать с кем-то из тренировок Локомотива. Ну и я с удовольствием передаю ему слово, потому что, судя по всему, он уже готов. А цитистику вам разберут Александр Шмурнов и Руслан Нигматурин чуть позднее. Итак, второй тайм. Я думаю, что, может, пока мы посмотрим статистику первого, потому что нам не удалось ее, в общем, освоить. Думаю, что у Локомотива некоторое преимущество по ударам, по воротам. Вот у нас есть опасный момент статистики. Два у Спартака, три у Локомотива. Тогда мы отметим, наверное, реализацию. Угловые счеты равные. Но я думаю, что все уголы Локомотива были поданы до угловых Спартака. А в сайдах два у Спартака, потому что есть ударный повод, наверное. Хотя, надо сказать, что и у Конора Локомотива играет на острие. Локомотив значительно чаще нарушает правила. Что поделать? Я думаю, Спартак тоже бы этого хотел. В данном случае это показывает, насколько большая зона свободная у Спартака в середине поля. Тогда же нет возможности в случае, если так развивается опасность, спалить. И потом в полу своей штрафной, он, знаете ли, десятинство полового соперника все равно стоит. Ну вот, разговор с судьей, не знаю уж о чем. Возможно, о какой-нибудь московской премьере. Мало ли, может быть, какое-то новое кафе. Может быть, что-то еще. Может быть, новая прочитанная книга. Рассказывают о ней спартаковца Алексею Николаеву. Но я не допускаю мысли, что они стараются оказать на него какое-либо давление. И не стараются научить его судить. Это было бы, наверное, крайне непродуктивным. Ну, и я смотрю, что у Спартака появился Квинси на поле. Это уже совершенно точно, как он подходит к боковому судье. И еще один футболист, это Михаил Пьянович. Ну вот, Квинси Авусуабея или Квинси Жаме, как пишут в протоколе, и Михаил Пьянович. Чемпионат, обещаю, остается на поле Роман Ковальченко, и остается Владимир Быстров и Титов остался. Ну что же, надо понимать, что три защитника, может быть, остались на поле. Я вижу, что он, что Ковальчук. А кто еще мог уйти? Наверное, Калиниченко. Да. Нет Калиниченко и Ковальчука. Таким образом... Мы дождемся официального объявления на этот счет. Таким образом, состав Локомотив, пока я буду читать медленно. Колдун Гякупович в воротах. В защите справа действует Бронислав Иванович. Слева действует Вадим Евсеев. В центре Олег Башулин и Андрей Бехи. Так, так, послушаем. Вместо Сергея Ковальчука, номер 27, Тима Калиниченко, номер 25. Средняя линия Локомотива. В центральной зоне Ларик Крикстон, 25 номер, Сергей Куренко, 41. Два таких вот волнорезика. Довольно действных по первому тайну. Слева действует Дениар Беледев, номер 63, Дмитрий Ласьков. Десятый номер, по сути, в качестве свободного Хаббека играет в обороне, закрывая правый фланг. И два нападающих. Граман Трауре и Гарри О'Коннор. Вы их не перепутаете. Один темнокожий, а другой рожеволосый шотландец. Главный судья матча Алексей Николаев. Ему помогают Анатолий Цветков и Игорь Плахов. Ну, а Алексей Сергеев, уже видит этого замечательного резервного арбитра, который только что настолько внятно и красиво поднял табличку, что захотелось стать резервным арбитром и вне. Ну, а сейчас положение вне игры. И все наше внимание игре. Квинс расположился слева. Правая нога у него рабочая. Я напомню, впереди Пьянович и Павлюченко. Пьянович будет, видимо, подбирать то, что от Павлюченко будет отскакивать. Ну, и, честно говоря, вот я думаю, что, может быть, локомотив поменяет что-либо в своей игре, поскольку Ивановичу фактически без крайнего хава перед собой может быть будет сложно. Но пока не видно каких-либо активных действий со стороны разминающихся в московских железнодорожниках. Все они довольно спокойно разминаются и ждут своего часа. Вот сейчас Квинси Авусуабея против такой эстафеты локомотивской побежал. И втроем они его, в конце концов, спровадили из фланга. Поначалу бежал Квинси, а потом подключился Иванович. В конце концов еще помог ему битьки. Очень интересное приобретение. Я понимаю, что сейчас настроение, нарушение правил там было. Показалось все, что видел. Локтем по голове ударил в центре поля Моцарт Ласькова. Уже извинился перед ним даже. Но все равно, когда тени хорошие, все равно игрок интересный. Игрок очень оснащенный. Время на адаптацию требуется. Наеду еще совсем. И вот в улице Ковалевский. Умный мяч. И из объятий далеко бросает его. Снова Квинси. Снова Квинси. Штранцин. Минут первого тайма. Вы знаете, очень большой праздник. Это работа можно так. Все это помыли стек. Подылись это к всему. В целом они довольно чистые. Но поскольку еще далеко это имеет большое значение. Что видно, от чего нет. О том, что новый следствий от этих красивых потеков. Весна. Сидишь тут как-то приводит кильвика. Сидишь тут как-то приводит кильвика. О том, что он... Очень интересно, очень симптоматично, что сумеет показать локомотив в этом смысле. давлее 30 минут отдав такую инициативу как бы играя по счету но мы же знаем что команда только создается мы знаем что команды еще не сбалансирован достаточно вот сумеет ли она сохранить контроль над игрой в процессе своих перестроений сумеет ли ответ даст время а пока вот такая подача через всю штрафную вот так вот пошли выпрыгнул и выбил мяч очень недалеко атака с пакаком не видно кто это быстров наверно опасно пьянович ну же и выскакивает мяч из штрафной чуть-чуть завозился пьянович уж не знаю мокрый он быстрее но в данном случае неспешность все изгубило титов бьется титов в центре поля по лидерски по капитански драман трауре этому только дай свободу нужно показал один раз что умеет ногой холестнул мяч и чувствуется что задуманное не вышло не срослось очень интересный нападающий очень пластичный правда очень горячий опасно так и спартака вот он отсюда оконор забил но это был оконор а сейчас был удар другого совершенно человека неужели это снова был пьянович вот пьянович зажигает убил в дальний угол в отличие от оконора и якупович здесь был на высоте ласьков украл мяч кингстону не получился по сути сны не поняли друг друга с драманом трауре м7 титов разрывы уже у локомотива атака сходу быстров опасный удар поворотом ну не знаю ставился гадзи быстров сильным ударом возможно неизвестного сильным добродетель удар не очень повышился мяч стал лучше по легкой добычей кубратаря мяцарт мяцарт ну в общем по моему было сыграно в мяч может быть сзади решил что опасно Алексей Николаев ну момент оставим на усмотрение судьи и вот еще биться из-за этого по свистку показал николаев моцарт у мяча подача и от этой от мяча снова к висе здесь гуренко оказался почему-то впереди недоволен тем что не помогли его партнеры конце концов мяч отобран но нет нарушил правила кингстона нарушил мне показалось что он здесь спорный спартак витек сны выскочил и виноват в нарушил свои были отчасти сны но мы это сейчас проверим отчасти так и есть наверное птиц он играл в мяч и на мяч смотрел на это видели прекрасно а 10 минут сыграны во втором тайме но я бы не сказал что как-то изменилась игра спартака добавил остроты пьяным мяч это правда будет и делать замены мустам вообще это можно сделать а можно нет потому что если делали их перестановку я думаю в последовательности это устанет а перестановки в команде которая недостаточно еще сыграно это все равно что строить дом без фундамента или как говорил Денис Казанский пирамиду без основания примерно одно и то же помните как кикла Санчес Флорес на его состав в Валенсии в этом году 10 туров наверное практически одним составом ну во всяком случае там в 12-13 человек стартового состава и сыграл в конце концов в Барселону правда к этому времени уже на поезде уехал но что поделать в Барселоне не нужно было этим заниматься а Барселона в свое время делает и полгода при Райкерсе ну такая взородыша атака локомотива ничем особенно не закончилась она вновь борьба в центре вновь халит кингстон даже скорее это можно назвать просто чрезмерно силовой борьбой о чем здесь запишался фулкингстона мне не понять понять наверное но репутация великая вещь все помнят что кингстон в первых матчах чемпионата россии был удален с поля конечно жесткий год адриан янчик 2-0 спартак надо что-то делать и чувствуется по носу получил алкмотив бьет штрафной а а и 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 на таком расстоянии было бы сложно сделать трауре против тамоши и забор что тамоши уже памятный трауре сохранил мяч били ладьков у кона в центре а слева берегите находит статную площадку передача на у кона и вид вам свои ворота не забивает мяч мартин странств это был бы конечно выдающийся дебют во что спрашивается оставалось пожалуйста били лединов не получается что-то у Властькова пока непонятно что именно Гуренко спешит на подбор и удается не в конце концов это сделать удар к воротам Ковалевски О'Конор подхватывает мяч еще одна подача Властьков головой играет что-то ледкость Трауре выше ворот что показывает Трауре тоже у него все длинное руки, ноги, даже шея вот кстати говоря похожий удар подплечка катился с разворотом забил свой первый гол из локомотив ворота Тюми на сборе мы показывали матч в футбольном клубе кстати так не удалось выяснить защищал вновь ворота Тюми Янче И Михаил Апня начался. Сюда пошли, наверное, очень уверенно. Я полагаю, что многие ошибки Локомотива в Вороне первого матча, они, если не прямо были Пашининскими, то, во всяком случае, ассоциативно с ним были связаны. Потому что он догонял, а убегавшего не догонял, скорее. Потому что Пашининс сегодня играет очень собранно. Конечно же, сделал какие-то для себя выводы. Ой-ой-ой. Досталось сзади по ноге защитника Локомотива. Спартак у них в атаке. Титов. О'Конор. Ну вот. Не увидел себя впереди, значит, пасовать некому. Отдал назад. Играть показывает судья. Все правильно. Ничего Спартака там. Титов. В центре замельчили. Но перевести уже игру можно было сто раз. Титов вот сейчас... Вот сейчас можно будет в Акафанд. И вот тут будет подача. Быстров. Вот это там уж был. Но суперился по Быстровскому. Сотовый! Сотовый! Трауре очень цепкий нападающий, почти не теряет сегодня мяч. Обратите внимание, во всех случаях при игре в пас, ой-ой-ой. Двое смотрели на мяч, бывают очень полезные столкновения в этой ситуации. И бояринцы будут грузить. Мы полагаю вместо Генчи или вместо Тамаса одну из двух бояринцев на любом фланге может сыграть. А бронительные действия от него сейчас уже не очень требуются. Ну, здесь двухраундовое противостояние, вообще-то не будем забывать. И я полагаю, не слишком существенно, какое поле свое, какое чужое. А вот в два мяча проигрывать, конечно, очень опасно. В один уже не так. Повышка стоит вперед. Ну, вот в этом офсайде был. Уже полагают два карбитра. Михайло был в офсайде Пьянович. Да, вместо Генчи на левый край выйдет Бояринцев. В команды Спартак замена вместо Адриана Генчи. Номер пятый играет Денис Бояринцев. Ошибается, как ошибается Тамос. Белядинов. Пасперед на Ласькова. Ласьков бьет. Понимал капитан, что он впереди один. Вы знаете, Ласков и Титов, обе футболисты, которых всегда ругали за неисточное количество работ. В среде Денис Бояринцев. Небольшое количество скоростной работы. Часто свидание. Улык движения недостаточно. Давайте с вами сравним. Настолько Ласков и Денис Бояринцев. И я думаю, что это еще и связано с капитанской ролью. И в этом тоже сопоставление существует. Егор очень старается. Вклад Ласькова. Вот я говорил, что два нападающих в мотиве сегодня сработали. Это правда. Ласьков реализовал пенальти. Ну да, это работа, конечно, чистая, небережащая. А пасок умер. Он в двухголах участвует. Штрафной Спартака это тоже очень опасно. Здесь стандарты наиграны. Мяча Бояринцев. Гол! Мяч в воротах и, кажется, ошибся Якупович. Это Ковач! Мяч. Радослав Ковач. 2-1. Мяч. 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 Забил Радослав Ковач. Мяч. 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 Опередил Якуповича. На ближней штанге должен защитник, конечно же, мешать. Только так. Мяч. 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 Квинсия. Очередной за мяч с Ивановичем. Не настолько далеко уже ушел. Мяч. Аут. Боковой. Боковой помог сейчас главному. У нас как раз посмотрел по линии. Мяч. 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 Мяков не поддался на хинк. Длины по спереду. Ну и что? Не нужно ли меняить кого-то Локомотива? А кого? Ну ну явно не защитников и не опорный от зоны. Да и некого там особенно выпустить. Может и wing выпустят. С зоны, а с другой стороны никто особо не Julian Donot rule. но все побыстрее вводить мяч недалеко вперед забрасывает его бикей трауре панар успевает отбросить мяч символ дарю штранцы я замечу как красиво играет я не прощает международным зачем вы спорить судьбе ну зачем вот член удовольствие игровой понятно в судье ли дело зачем судьи не сисьмо с другой стороны так что кажется всем что вот оказывается с этим надо разговаривать все все теперь футболисты нужно вот этому судьи николаева нужно покричать и тогда он сделает то что от него просит только такое пищи остался таких ситуаций не собирался показать ну сразу покажи сразу подзови к себе бики ну что какие-то технические моменты там происходят впечатление со стороны тоже очень важно в данном случае судьи скоробки дико лажа боярец исполнять штрафы подача недалек гигорь что побороться за верховой мяч у них с этим нельзя отобрать его икей сейчас происходит то же самое примерно что у спартака было в первом тайме тоже происходит локомотив разрыв между линиями до атаки мяч просто не доходит пьяни опасный момент удар по воротам еще становится 2-2 михайло пьянович браво он добился своего вот я бы что еще отметил обе команды свои голы забивали пачками только круг суток от команды свечей не полнилась на лучший судьбой пошло соперник дрогнул две там вот она игра с двумя нападающими павлещенко цепляется за мяч пьянович набегает то что мы с вами и говорили что откроем и отскочил и михаил забил молодец 22 ну и все сначала все сначала вот только остается чуть больше пожалуй побольше конечно так вот 20 я не вижу что у мотива кто-то разминался но подчеркиваю даже если вы все вообще не сделаете замену команде гораздо важнее сейчас сыграться не играться друг с другом то есть земля может быть уставшей перестраивать схему без место теперь стандарт улоток Граськов удар кто там бил через кого бил бериадин по мое вот Друзья мои Спартак в атаке Быстро в штрафной площадке Падает в конце концов Подниматься показывает судья Но зачем это делать нужно А не с чего нарываться Еще показал пальцем Я тебя запомнил Голубь конечно горящий Увлекающийся Хорош Пьянович снова был на фланге Сражается Локомотив на постпоксовой штрафной Бике идет вперед Более спартака лежит на поле Там нарушение Бояринцев выбрасывает мяч За боковой выкатывает Моцарт Показывает на колено Что здесь с ним было интересно Если было нарушение Это очень кратчо Сначала Посмотреть Если бы вы еще раз увидите Сначала Часточку Мы видели очень хорошо А зачем Зачем это вообще Прилюдило Бустрова Кто объяснит Там на входе штрафную Бустрова Был контакт С кем-то Заглох Локомотива Если бы это видно Было бы здорово Посмотреть Ну вот уже видите Егор Читов смеется Шутком Квинси С Михайло Конечно Давно уже понимают Друг друга Хорошо Ну и мяч Естественно Возвращается Спартаку 7 Так тоже нельзя Любое решение судей Спартак Встречается Любое вообще Это карточка И она еще Просто чекается Ну кандидат Кандидат Что хотел сделать Трауре Замечка Борьбу выиграл Высоченный Малиец Вот Кинцин Пожалуй Сейчас ошибся Решив переходить В верховой мяч Спартак Умедит преимущество В атаке Читов Сразу бросает Мяч на Ковлюченко Надо играть Здесь надо играть Спартак Такие силы Бросил в атаку Естественно Ослабил В середине поля Локомотив Пока не может Этим воспользоваться Вот я еще раз говорю Проект Проект Все равно проект Уграл на фланге Трауре Своего соперника Вот пожалуй Уже Чуть Парадово Ощущение Что гол Конора Завел Трауре Это тоже захотелось Я показать С наилучшей стороны Во всяком случае Во всяком случае Трауре С тех пор Пожалуй Один из лучших Ставил Локомотива И перемещается И цепляется За мяч Играет в пас Очень хорошо Сейчас угловой Играет в пас Балк Немного сегодня Воськов подаст Играет в пас С партаками В поле Поле Черка Драгослав Иванов Спасает За боковой Трауре Нарушит Трауре Боковой Алексей Николаев Рефери в поле И 15 минут до конца Да Вот видите Штранца Направо Тамош Гуренко Плохой Пасовый Гуренко Янович Я бы назвал Его сердцем Сегодняшних С потенциальных Атак По второму тайме Эмоциональный Что ли Такой Точкой Часто Говорил В первом тайме Тоже я сказал Такую фразу Нужно было По таку Завестись Вот Алиссорение Этого завестись Сегодня Это Пьянович Но вот Слава Мыслим Гори Безять давай Вот и замена Локомотива Уходят Белединов И Коннор А на поле Появляется 55 номер Георгия Челидзе И 18 Иван Старков Если я не ошибаюсь Да Иван Старков На левом фланге Вместо Челидзе Челидзе Старков Отбирает мяч Все По правилам Трауре Лоськов Некому было Особенно пасовать Квинси Сыграл расчетливо Моцарт Сейчас Повлечен Кобяке Рома Вместо Успокойся И Георгий Челидзе Номер 55 Я уже говорил Об этом в матче В трансляции Первого тура Локомотивского Челидзе Трижды В последних Трех матчах Контрольных Выходя на замену Забивал В тех матчах Выхоте То есть В общем Может быть Даже это будет Такой ход Мустону По крайней мере На первых парад Челидзе На замену В другой пушке Нужно разыграть Штракной Старков Слева Агрессивно Слышно Большой Выгрыг Локомотива Вся Случай Бестильные Робости Иванович Чувствуйте Слевой ногой Не очень Дорога Иванович Нерога Был Не пасовать Это Какой-то Атака Спартака Не очень Большими силами Спартак Атакует Атакует Но перевод Мечан Просто роскошный И не дает Битей пробить На манере Робины Бить Пароль Сход Наверное Знал Челидзе Добрал Меч За боковой Убивает Меч Якупович Цитов Бояринцев Иванович Сохранил мяч Кори Кингстон Моцарт Желт Кингстон Пас В штрафную площадку Михаил Пьянович Штрафной Опасный Момент И в последний Момент Возвращается Сюда Пашинин А что такое Кому Высказывают Претензии Якупович И все 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 Интересно Пьянович Почувствовал Почувствовал Уже Наверное Что все Мяч На ноге Он в штрафной Но откуда ни возьмись Пашинин Теренем угловой Подается Якуп Вышло Мяч Васьков Пас налево Здесь Старков Нужно идти Самому В штрафную Площадку Удар Поворотом Старков Мог огорчить Старкова Ну Чуть-чуть Мне кажется Потерял он Время Вот на этих Ожиданиях Партнеров Тоже не стоял И ждал Нет Но У Коннора Был в почти Такой же ситуации С другого Правда Края Зачем Спорт Ну почему Эти споры Спил Ну ведь Спил Ведь Видно Янович Между прочим Показался Ну что ж Еще играть Семь минут Я бы подвел Два очень важных Итога Итог Для Спартака Команда Показала Характер Сегодня По ходу матча И в общем Ну зачем же Это нужно делать Быстрову Давно Пора Показать Желтую карточку Иначе он Себя в руки Не возьмет Ну это же Безобразие Чистой воды Кто лезет Под вратаря Непонятно Зачем Теперь Подкатка Уважаемые Зрители И это человек Которого В прошлом году Коце Прошлого года После окончания В прошлом году В половине страны Было стыдно За неизверженного Поведения Вот какие он Сделал Вызросы Человек Интересно Ну давай Давай Иди Будьте Внимательны На улице Ну вроде Прищербнется Дед Страшно Пока Якукович И нашел Возможное Что-то Пошутить Вова Так Не вышел Маленьким Таким Вершом Пингстон Чилидзе Старков Сыграл Травре Против него Тамаш Удар от ворота Травра А Тамаш Травра ão Сыграл Травра 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 Т acts К Буренко Снова Буренко Подбирает мяч Коваревский Ну а Локомотив, я сказал, о Спартаке Спартак показал характер, да, перестроил эту игру Рискнул, пошел на риск, но добился своего Ну а вот, что касается Локомотива Это очень много значило собранность, конечно Очень много значило, какая-то правная точка Вот первый матч, да, плохо Я напомню, бывали случаи, что Локомотив и 7 матчей не забывал Вообще говоря, тяжело входить в сезон Скоро, да, обычного Нет, после студии, как раз он видит Николаев Надо повторить удар Ну и вот Городослав Холч Подошел, в общем-то, попросить бояринца Время, кстати, идет Стандарт по диагонали, это очень опасно Моцарт закружает мяч, опасно И Купович подобрал мяч Я немножко увлекся его фиксированием Потому что уже партнеры порскнули вперед И Теоретически нужно было бы атаку качать У нас, другая страна, не время рисковать Абсолютно 2-2 Будет защитить Купов Конечно, обидно собрать 2-2 Ведя 2-0 в счете Но с другой стороны Для выездного матча Очень неплохой баланс Титов Старков Трауре Надежда в центре отворона Штранцель Прорывный Зачем же Зачем нужно было вмешиваться Футболисту Чинидзе Гуренко шел Гуренко пытался бы подхватить этот мяч Здесь Вне игрушеница, безусловно, находился Но это же был не пас Это ведь был не пас Я, честно говоря, не знаю Бил Спартак Возможно, это будет штрафной запас на игру Янович опять толкает С Ивановичем На сей раз Веселая игра Веселая, эмоциональная С красивыми эпизодами Со страстью, несомненно Остается только робко догадываться Что происходит в это время в других кубковых матчах Я об этом имею ни малейшего представления Здесь у меня никакого интернета нет Сегодня весь вечер кубковый у нас на канале Наш Футбол Желаю вам и себе сегодня еще впечатлений Квинси Переводит вперед мяч по диагонали До Старкова вот здесь не доходит до головы Пытается сыграть Круг с другом футболиста Локомотива Уже утром такой резервной орбиты Сводочного матча Как опасно, как неожиданно И это опять снова Пьянович Опять Пьянович своей энергией Своим прессингом Своим куражом Удва не заставил ошибиться Из-за всех кощей отглянулся И все равно добил мяч туда К основному времени матча Добавлено 3 минуты Быстро офф Вот Евсеев сегодня фланг В общем-то не уступил Володя много сегодня сделал Хорошего и продуктивного Но не сказать бы, чтобы он Евсеева, которого он, конечно же Опережает в скорости Но не опережает в опыте Чтобы он Евсеева вот там Разорвал и убегал от него постоянно Этого не было Этого не было Осталось 2 минуты у нас До конца компенсированного времени 3-7 Очень надежно играет сегодня Пикерий Единоборство Не грубо Плотно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Снова слева Старков Меньше минуты осталось играть Ну, в общем, на самом деле Игробин зовешь лечение По эмоциям, по темпераменту Но По игре вот, да Команды сегодня были равны И снова мы видели, что команда Которая претерпела свои изменения Второй там сыграла Существенно слабее первой Вот хорошая может быть атака Трауре Бьет И угловой Подаст локомотив Если успеет Ну, в результате, что Спартак Может точно больше ничего не должен успеть Здесь Лосков неспешно идет к флажку Может быть, еще и не подаст Давайте сейчас переключимся Внимание на поле Потому что Это последний опасный момент Сегодняшний матч Подача Ковалевский Переводит выходящий мяч на другой угол Еще раз подаст локомотив Мы, конечно, смотрим на секундомер Но если че, который знает время, это судья Лосков подает и все Ну что ж Поздравляю Мы снова увидели хорошую игру И я думаю, что она будет оптимизма Болельщики, ну что, так далее Они привели свои Комнать не сполна Но именно те качества Которые Комнать Подавали Первые Мачки Всем На этом все У меня Все Комментаторы На сегодня Много любую Что-то сказал Наш корреспондент Рубки Коля Денис Казанский И наши эксперты Я и передаю слово всем сразу До свидания До свидания Да, ничья 2-2 Мы предсказывали, что Спартак добавит в национальность Об этом мы поговорим Сейчас посмотрим Денис Казанский готов уже к интервью с Александром Старковым Если да, то мы ему слово передаем Да, на наш вопрос любезно согласился ответить Александр Старков Скажите, пожалуйста, вот что было с командой в первые 30 минут этого матча? Ну, не получилась игра Можно признать это Разные причины Мы еще в этом разберемся Но Главное, что команда имеет характер Она это показала во втором тайме Вот Спасая матч второй раз подряд Против луча энергии И вот сегодня Вы стали играть уже в два нападающих Перестраиваетесь по ходу матча Вот это становится какой-то уже тенденцией, да? Ну, вы знаете Мы в прошлом году всегда использовали схему с двумя нападающими В этом году переход на другую систему Конечно, он связан с трудностями и с потерями Но мне импонирует, что игроки и могут и должны вообще играть при разных расстановках И главное, что был характер Благодарен игрокам и в первую очередь лидерам таким, как Ковалевский, Титов За то, что они смогли это сделать Вот стратегия двух матчей тут работает в Кубке Вот 2-2 результат Кому лучше, как вы считаете, сегодня вам или Локомотив? Ну, однозначно Мы Хозяева и пропустили на своем поле два гола Но Все решится в Черкизово Все решится через Более чем через две недели И последнее, Штранц на обеде не испортился? Ну, вы знаете Первая игра, там были плюсы и минусы Я думаю, самое главное, что он должен адаптироваться к игре И я думаю, что это шаг Шаг уже к этому Спасибо большое, спасибо На наши вопросы отвечал Александр Старков Спасибо Спасибо Денису Казанскому У нас совсем немного времени, поскольку в прямом эфире нас отпирают трансляции из Санкт-Петербурга Давайте посмотрим на моменты, которые привели к изменению счета Вот атака Спартака, которая завершается штрафным на правом фланге Ну, на что мы обратим внимание? Прежде всего, на то, что очень строгая линия и очень много адресатов у Спартака Да, сразу выстраиваются четыре человека И, в общем, конечно, есть возможность сделать передачу куда угодно У Локомотива, в общем, тоже есть эта линия защитников, да? Да, казалось бы, вся ситуация у Локомотива под контролем Однако передача следует И за этой передачей все-таки Евсеев не успевает Быстров сыграл быстрее Евсеева, наверное Да, успевал он прокидывать, и ничего не осталось, как фалить Ну и мяч был забит после этого На твой взгляд, не лучшим образом расположились свои штрафные защитники Локомотива, да? Да, здесь налицо именно тактическая ошибка игроков обороны Локомотива В данном случае очень низко расположились игроки, чем и затруднили действия голкипера Ну еще Пашинин, наверное, ошибся, что не вышел, да? Очень, да, очень низко расположились В принципе, здесь, возможно, голкиперу трудно подсказывать Он буквально несколько дней в команде Здесь в данном случае он должен был подсказать, что игроки просто должны были буквально на линии штрафной находиться Но еще стоит заметить, что Локомотив свои два мяча забил за 6 минут Спартак за 4 минуты во втором тайме Небольшой провал эмоциональный был Ну а провал в защите, который привел ко второму голу Давайте смотреть, как продолжалась атака Спартака Вот она из глубины поля начинается Вроде пока ничего не предвещает событий таких вот печальных для обороны Локомотива Следует верховой пас почти что наугад Но дальше, вот давайте смотреть, вроде бы, да? Казалось бы, вот эта защита выстроена очень правильно и тонко Однако находят свои варианты два игрока Спартака Смотрим, как это происходит Здорово скидывает мяч Пьянович Да, Пьянович выигрывает здесь Тут же разрыв Вот чего не хватило, наверное, вот скорости вот этого игрока Да, да, и тут же Пашинин, наверное, за спиной уже не видит Проиграв верховую борьбу, не видит в том, что там сейчас атакующий Ну и надо сказать, что, конечно, не всегда мы должны разбирать только ошибки Блестящая атака оба нападающих И Руслану Нигматулину, как обычно, высшая оценка за экспертизу Потому что он просил в перерыве, чтобы Спартак выпустил второго нападающего Может быть, так эмоционально тебе это не очень приятно, ты все-таки из Локомотива Но с другой стороны, ты как эксперт сейчас работаешь В этом смысле, конечно, твоё предсказание абсолютно четким оказалось И точно, что Спартак отыгрался, забил два веща В том числе потому и прежде всего потому, что изменил игру в атаке Ну что, я не знаю И глаза загорелись И глаза загорелись У нас есть еще минутка для того, чтобы показать вам саммари Мы-то с вами попрощаемся Спасибо за внимание В Лужниках для вас работали Денис Казанский Он уже потихонечку пробирается вот здесь к нам Ну а мы, Руслан Нигматуллин и Александр Шмурнов Пытались в меру своих сил объяснить, что происходило на поле Спасибо и смотрите канал НашФутбол Веселое железнодорожное начало болельщикам Спартака таковым не показалось Гэри О'Коннор пока почти ничего не понимает по-русски, но взаимопонимание на поле с партнерами налаживает от тренировки к тренировке Шотландин с долго маячил на одной линии с дебютантом Спартака Штранслим И без офсайда получил мяч, посланный Ласьковым Дальнейшее дело не техники, но силы Мощный удар Ковалевский отразить не сумел В общем-то я рад, что мы на выезде сыграли 2-2 Учитывая то, что за три предыдущих матча мы не забили ни разу, это неплохой результат У нас еще остается домашняя встреча Вот там мы и собираемся все же обыграть Спартак Потому как развивалась встреча в Лужниках, никто бы не сказал, что Лока намерен ждать ответного поединка в Черкизове Игра протекала с заметным преимуществом гостей И бесспорный пенальти вытекал из логики происходящего на поле Там аж зацепил убегающего Траоры, а Ласьков на сей раз завел сам ударом с 11-метровой отметки 2-0, но Локомотив пока еще не та команда, которая способна легко удерживать такое преимущество Начало наступательным действиям Спартака положил вышедший незамену Пьянович Не вспоминавший во время матча о прошлых славных победах под руководством Слава Муслина Вместо выиграли и чемпионат, и кубок два раза в Сербии, да, конечно Вторым человеком, поведшим Спартак на взятие Локомотива, был Быстров Полузащитника не смущала ни жесткая игра оппонентов, ни откровенно хамские провокации со стороны голкипера Локомотива Быстров в итоге своего добился в противоборстве с Евсеевым, заработал штрафной вблизи ворот Наверное, в первом тайме нам ничего не удалось того, что мы могли Во втором тайме ничего не осталось делать, как исправлять всю ситуацию Первый тайм намного лучше был, но это заслуга из продага, что они перестрелились, они выпустили второго нападающего И им было полегче нападение Но забивали у Спартака и защитники тоже, как раз со штрафного, заработанного Быстровым Ковач даже не прыгал, зато умело выбрал позицию и отправил мяч в ближний угол ворот Якуповича Второго гола красно-белой торсиде ждать долго не пришлось Невысокий Серб в очередной раз показал свое уникальное умение играть головой Выиграв борьбу в воздухе, Пьянович дождался обратной передачи от Павлюченко И неэффектно, зато надежно закатил мяч в нижний угол ворот 2-2 во встрече Спартака с Локомотивом Вопрос о полуфиналисте Кубка России отложен до повторного матча в Черкизове Александр Бедров, Михаил Женков, Футбол России